всем привет это канал красного герцога а это стеларис и мы продолжаем наше большое космическое приключение вместе с новым дополнением аниме здесь прошлой серии мы немножечко посмотрели даже ну немножечко даже повоевали со спящими которые в итоге проснулись начали тут наш размножаться и серию я закончил на том что хотел дождаться когда они перейдут к активным действием а начнется война в небесах но пока она только готовится эти ребята вот над шклахи потихоньку отжирают свободные системы эти вроде бы висандом пока не проснулась но мне было границы уже открыли в предчувствии не иначе я тут немножко там поделал всякого разного достроил кстати свои флоты имперские на 768 можно принципе еще ну на самом деле не хочу забацал в каждый под титану но они пока еще не долетели наверно даже не достроились заказал колонизацию еще трех планет она в процессе корабли еще только строится не так много времени на самом деле успела пройти потому что я продолжил как бы заселять ну точнее застраивать территории которые мы освободили назовем это так от рейдеров вот ну и как я говорил вот эта вот система с кучей богатых астероидов принесла так сказать сюрприз вот когда наш строительный кораблик начал их к этим астероидам пристраивать собственно станции да вот случилось вот такое вот событие роль штурмяков из улья скоростные штурмяки наносят удары по нашим добывающим станциям системе илла рой этих неопознанных агрессоров выскочил из нескольких ранее неактивных астероидов пояса в котором теперь фиксируются мощные энергетические сигнатуры можно лишь предположить что эти астероиды служат чем-то вроде улья для ранее неизвестной космической формы жизни чем бы они ни были похоже их спровоцировала нам действия наше расширение ареала горнодобывающих работ они быстро прибывают да и я в принципе знал об этом помнил этот квест с первого раза как он мне в общем то попался поэтому заслал сюда засланцев собственно флот на 46 тыщенок и сейчас мы будем эти астероидные ульи разматывать кто там такой я аж даже не вижу кто там такой чё-то куда полетим куда стреляем что здесь что просто астероида то есть тут принципе а куда-то пальнул прямо в астероида а вон и он они совсем мелкие настолько мелкие что даже и не видать их трудно пум 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 да немножко подзабыл как выключается это все дело вот они какие ну-ка ну-ка попробуем ну просто камень с кристаллами какими-то то есть вообще непонятно что за дичь что это за дичь у нас такая но тем не менее такая дичь и вот есть ладно не будем долго этим заниматься сейчас в общем то процесс разматывания увидим быстро так у меня там до на планете было восстание рабов но их как-то это и без меня быстро поставили на место да надо эти базы по сносить и что будет после этого просто теперь будет булыжник а взорвался ну вот я так понимаю теперь мощность этой системы сильно упадет на то есть вот то что я успел построить 3 а нет нет то есть промышленные астероиды остаются отдельно отдельным явлением как кораблик строительный мой продолжает струить под огнем ой какой героический кораблик ну ладно трой сейчас мы добьем давайте чем так долго ковыряют том же маленький все а нет еще один еще один все нашим силам удалось обезвредить чужеродные астероиды улей системе илла они снова стали неактивными и яросток штурмаяков мы больше не наблюдаем один из астероидов несмотря на нанесенный ему урон все еще неплохо сохранился нам следует отправить туда научную группу для исследования создает проект исследования астероида улья на этом титана выстрел перенес на хорошо давайте мне тут как раз неподалеку висит научник опять же специально для этой цели ну а кораблик наверное флот можно и отправить куда-нибудь на ремонт особый проект завершён наша научная группа завершила исследование огромной цепи туннелей залов пронизывающих астероид улей в системе илла живых образцов космических существ атаковавших нас обнаружить не удалось но ученые все-таки нашли останки чего это вроде родильной камеры камеры это дает нам немного намного лучшее представление о жизненном цикле этих существ еще более расширяя наши познания в галактической биологии ну и собственно небольшая награда 500 с этой как энергии и 2000 социологических исследований но главным наградой здесь конечно выступает сама система с 71 единицей минералов в месяц да это это круто это очень круто и она теперь полностью наша так лети-ка ты голубь мой вот сюда помочь помогай в исследованиях так а да еще помимо этого я тут где она где она где она где она кстати вот до восстановил межзвездную ассамблею вот такую вот которая приносит не 40 процентов дипломатического веса и двух послов результате у меня теперь в сенате 60 тысяч голосов почти так что я могу в общем то да в общем то могу в одиночку принимать законы перевешиваю на перевес у меня по моему по всем на 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 всех да сколько здесь 10 13 ну и здесь еще три 16 да то есть 66 будет да я все равно буду крути всех так чем тут исследовали предел размеров да кстати предел размера флотилии и мегаверфь благодаря может только с корабле строительных причалов снабжаемый сверх эффективным перерабатывающим ядром мегаверфь плавя не производительности заметно затмевает любую другую звездную базу да мы можем построить она будет летать и она будет делать много 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 кораблей или же 100 100 200 87 200 давайте мы база пока сделаем мне пока мегаверфь не нужно мне строить на ней особо нечего у меня флот почти везде есть под завязку так а это я хочу так сказать взять крупный план но у него конечно на совсем крупный план только на либо так либо вот так хотя бы на тоже как вариант на превьюшечку там подумаю что именно куда пускать вот в общем то вот такая вот ситуация у нас сейчас до управление безопасной части империума было принято только что в сенате активно размещает своих агентов в мирах по всему империуму мне они предположительно должны помогать местным силам правопорядка расследовать и пресекать тяжкие преступления другая функция убы и которым контролирует непосредственно галактический император через министерство и мстиции империума заключается в искоренении террористов постанцев и бунтовщиков угрожая угрожающих стабильности империума никому не избежать правосудия империума вот так будьте готовы на мульти попки гиби гиби уже идет за вами отлично так давно в общем такая ситуация не торопится пока на шкалахе тут понимаешь вылезать и бузить можно конечно было бы через тот же империум в принципе не дожидаясь дам так сказать пока не там раскачаются барбром нет здесь нам ничего не надо международные крестовый поход на джинов и хитян да кто мне там писал не помню извините что через империум можно объявлять крестовые походы всем кто не в империуме даже спящим как видите даже проснувшимся спящим объявить войну нельзя хитяне и джинны это джинны вот вассал их на наш клакса ахитяне я даже и в душе не знаю кто такие скорее всего что-то мелкое и незначительное потому что остальном то цвет галактика в мои цвета окрашена до такого собственно джинны и вот эти вот товарищи спящие и пробудившиеся так что вот имейте виду спящим войну империума объявить нельзя так чем не там за сообщение пришло а до кого у колоний колонизируется ну не хай пока колонизируется я одну хочу господи зачем я их колонизирую я их колонизирую потому что одна из них идеальный мир вторая из них опустошенный мир где-то который как бы мы нашли то есть не из числа моих бывших планет системе которые превратили а именно нашли третья из них как раз планета из числа моей а вот же она да здесь я хочу построить все-таки какой-нибудь уникальный мир курортный может еще какой посмотрим что там предложат вот сейчас поставим поглядим ну а пока остается только ждать каких-то интересных событий которых пока не происходит ну вот собственно случилось интересное событие я выучил синтетиков то есть андроидов нам теперь могу производить и случается связи с этим происходит событие лимб технологические достижения помните когда давно-давно в начале игры мы выполнили кест лимб и получили записи мертвых инопланетян с учетом недавнего прогресса в области робототехники научное сообщество на планете дарлок уверена в том что мы можем создавать синтетические тела достаточно развитой для поддержания нервной деятельности с высокоразвитым сознанием мы могли бы загрузить нейронные схемы взгляды из обнаруженного некоторое время назад инопланетного склеп в роботов и фактически вернуть пришельцев к жизни можно забить как всегда за 10000 инженерным очков инженерных исследований да а можно создать особый проект лимб второй шанс и разумеется мы именно это и сделаем и собственно поставим на изучение достаточно быстро сейчас это все пролетит я третью скорость врубил правда мы уже приближаемся к эндгейму поэтому скорость конечно ни разу не 3 уже начинается торможение именно в духе стеллариса когда вроде бы все нормально в игре но вот ускорение работать перестает с этим как бы несмотря на то что как говорят разработчики регулярный постоянно борются на но пока пока все то же самое новое начало после многих попыток и неудач отделе отделу инженерных исследований наконец удалось переместить нейронные сканограммы вымерших инопланетян в тела роботов и результаты радуют древние пришельцы полностью обрели сознание и выразили желание присоединиться к нашей империи предлагая колонизировать какую-нибудь новую планету в наших границах мне нравится эта идея организовали не ли на платья не присоединяются к нашей империи колонизирует планету а загомум 2 это интересно на либо можно их куда-нибудь послать либо вообще разобрать 200 минералов так как он там а за гаммум а за за гаммум это где у нас вообще такая радость вот здесь а второй да здесь я как-то не обращал внимание что у меня здесь тоже есть населен заселяемые планеты ну энергоцентр здесь можно было бы бахнуть да если бы он был мне нужен а пожалуйста на вот на ребятки сюда поселились население у нас здесь один робот авокин здесь три робота авокина и все они оказались в рабстве а а а а а что же так я наверное сюда людишков то заселять не буду вообще нам поэтому нам что нужно работостроительный завод а как у вас охотники со всякими свойствами вы вообще как 200 приспособленность бессмертные и этики да то есть нет у вас счастье нет есть счастье хочу вам блага туда накидывай на полироль там особая да для задницы чтоб блестел ваш блестящий металлический зад не все такое прочее ну ладно тогда давайте поставим вам коммерческие зоны не веселитесь туситесь так кстати заодно еще здесь можно посмотреть да это вот опустошенный мир который сам по себе был опустошенный я его таким и нашел интересно я просто хочу посмотреть может там крест какой-нибудь вылезет что здесь что в идеальном мире но пока нет а здесь да здесь классический будет у нас где они где 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 вот венные клиники ну и опять же до коммерческие зоны так а еще надо да сделал я курортный мир опустошенный курортный мир радиационные озера чтоб поплавать можно горы отходов промышленных да по которым можно полазить ну в общем да развлекается мышь теперь вместо преобразованные нам опустошенный мир самый сок даже идеальный нам не так приятен так что я хотел я хотел я хотел на закрепить закрепить правильно расу на производство здесь ничего нам тут понимаешь всяких инородцев в нашу родную систему подселять где у нас вот он дарлок грибовидный тx еще тут да в общем то ничего пока здесь тоже вот тут уже какая-то пакость тут лишняя помощь соотиды зачем-то тут пытаются нас разместиться не здесь будут только дарлоки на этих системах будут только дарлоки но здесь соответственно тоже дарлоки ну а здесь как я говорил вот роботы собираться окей тогда наверное 100 подожди а здесь же здесь надо поставить решением запретить да вот так вот вот так вот только роботы все окей лимб запустили новое поселение получили роботов в копилку получили раса роботов у нас в нагибе где не она а а а а вы кингу того киндам эксплуатация задать права других других вариантов у нас нет потому что политика да каком уровень жизни нашу такое только солдаты права на колонизацию запрещено дам 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 в общем посмотрим хоть я и применял какую-то там фишечку до чтобы господи как это называется пресечь возможность бунта машин было у меня событие до которое я выбрал пункт сделать там что-то чтобы навсегда исключить возможность сбоев да тем не менее у нас теперь есть разумная раса роботов может быть еще и успеем словить восстание машин потому что долбаные пробудившиеся не торопятся начинать боевые действия с галактикой которая их окружает ты посмотри куда цыгане уже вылезли ну цыгане конечно до оборзили оборзили пользуясь так сказать случаем размахались прям вот невероятно так у нас умер от мира генерал нет адмирал какой-то ласты склеил имперские видимо да нет ну ладно умер умер тогда да я сделал сектора вот чисто чтобы губернаторы качались управлялись и вот этим вот всем ось как бы хуже не будет ресурс от должностей размером период поселений минус до преступность минус это вот десятый уровень на он сейчас 2 тоже ну как бы полезные ребята вот губернаторы то есть сектора исключительно ради губернаторов ладно крутим дальше может что еще интересного случится ну как я и ожидал какой-то квест все-таки случился с планета я которая я недавно колонизировал который была опустошенной уже до того как это стало мейнстримом радиация в пустошах уровень радиации в пустошах некоторых районов планеты норберг прайм оказался выше чем показывали первоначальные замеры колонисты в поселениях жалуются на плохое самочувствие рождаемость падает мы планируем эвакуировать население из зараженной местности но это займет много времени счастье биологических поселений и литойных поселений минус 10 процентов странно дома ровно то же самый тот же самый климат та же самая радиация там им хорошо а тут понимаешь рождаемость у них падает хорошо же хорошо да это я обгрыжу кораблики я изучил реактор на темной материи сейчас изучаемся щиты так кто у нас тут опять безработничает в таких количествах давайте мы вас переселим допустим да вот хоть бы сюда нормально прокатит так а здесь у меня по-прежнему безработные почему а потому что все еще убирают этим понятно ладно ждем продолжение банкета из-за крупной канцелярской ошибки некоторые районы на планете пропус прайм испытывают недостаток услуга по содержанию инфраструктуры и представлению жилья граждане живут довольно суровых условиях и не будут это долго терпеть на устроение этих проблем нужны время и силы гигантские трущобы получаем индустриальную пустошь то есть минимум максимум районов минус 1 и минус 1 минус 2 либо у нас авторитаризм у нас сильное сообщество и мы поможем минус 250 энергии 50 влияние за это получаем 7757 единства конечно мы поможем зря что ли грамма громоздили целый империум да исключительно чтобы помогать своим гражданам за счет остальных жителей галактики как это именно и делается так давайте-ка мы нашу армию тоже поближе сюда перекинем хотя я уже начинаю сомневаться что мы вообще дождемся войны в небесах как-то она не торопится но тем не менее пусть будут поближе так ну чего войны в небесах скорее всего не получится потому что не желает жить наш новый товарищ вот он тут в своих раскачках дошел до неестественных границ захотел жизненного пространства и объявил войну галактика в ранг комбайн и соответственно и мне автоматом потому что все это империум все кто наезжает на наш империум тут же огребают от нас собственно чем мы сейчас и займемся что у меня с флотом ситуация следующая кораблики хине за обрезаны кое-какие улучшения по орудиям пока еще не сделаны но собственно мои то можно поставить на улучшение да они в общем-то в местах приписки дислоцируются северный южный 3 вот это вот все вот а вот 4 имперских флота уже на позиции это глянь у них тут кто а ты глянь кто тут у них два колосса ну кто-то вообще борзил кто-то вообще оборзил и просит кирпича где у вас корабли то ваша нет здесь колоссов нет два флота по сто двадцать две тысячи охренительно вот и колоссы это здесь болтаются слились в объятиях с базой не разглядишь у меня четыре флота по 60 тысяч вот сюда единственно титан не успевает я смотрю да наверное еще даже не достроился я как-то проморгал да еще не с еще строится когда в прошлое заказывал все это дело ну в общем три флота по 65 где-то тысяч и один на полтосик да то есть 120 110 230 а его 244 это они улетают и они улетают ладно не хай как говорится улетают держать не будем а вот сейчас они отсюда улетят вы здесь еще 120 тысяч до чуть я как-то это оптимистично там 120 тысяч ну правильно четыре флота у него на 120 тысяч и еще там по по мелочи на 150 и господи на 50 тысяч до нет ни четыре даже 55 флотов на 120 тысяч слушай это много это действительно много ладно тогда значит надо чтобы мои за апгрейдились поскорее в принципе наверное их даже надо будет подкачать черт немножко я не там не так все случилось как ожидалось но тем не менее давайте уже с ними воюем здесь соответственно тоже пушечки немножко не прокачаны и даже не столько пушки сколько дети как они успели реакторы на темной материи не поставил ладно пока давайте вынесем им коварно колоссов вместе с базой на 94 тысячи слушайте охрененная база толстая притолстая вот а там а там посмотрим если они возвращаться не станут мы еще и планету их захватим так ускорение все-таки на трючку поставлю даже в войне потому что мы все совсем пухло стало так вот у нас сейчас тут ну мы в принципе это то уже наблюдать хотя тут теперь колоссы ой как это это я жарю да это у меня титан врезал да я надеюсь до судя по тому как ему тут или нет у колоссы то по кораблям же стрелять не умеет правильно я понимаю или я помню ну-ка если у них были щиты я чуть не обратил внимание вот один упрыгал уже куда-то да да это титан по колоссу врезал но они сбежали ну так не интересно все сбежали так это у меня база строится еще одна это торговый узел где-то образовалась не за новых колонизации так агрессивный адмирал стал планетку мы теперь будем бомбить как тут у нас народ убирается обратно в обратный путь даже не видно ну вот все лаги как говорится наше все начинаются тормоза это очень печально куда летим приказы неизвестно сюда куда-то тит акир да наверное захотят отбиваться ребят будете заходить по одному велкам вот главное не всей толпой 6921 14 до колосса все сбежали так сразу тогда выполнение блин сюда бы на научника да а чё у нас здесь армии на 3 400 у меня армия на 4000 ну вынести вынесет но будет в соплю да еще кстати тут ой у них еще тут до хрень будет забавно если мне вынесут весь мою весь мой флот при этом они не являются галактическим кризисом это просто обычная рядовая войнушка с вот таким вот блин танком в чё у нас кстати говоря пачкам то ну пачкам я конечно обгоняю но радость не от этого не становится ладно чуждил так у меня флот мой за это самое за апгрейдился давайте наверное его уже куда-нибудь сюда пригоним ну вот ладно давайте я просто думал атаковать планету нет ковать давайте давайте рискнем рискнем еще и наземной армии так и и у нас тут исследованиями занят давай-ка сюда пум-пум-пум-пум-пум-пум нет да чтоб тебя не та кнопка вот это так авось допрыгаешь во время ждем когда что-то кто-то куда-то долетит или они до нас или мой наземный флот до них в смысле мы поняли не он куда-то мимо у них там в центральную систему выносят а им вообще по барабану ну окей окей чуя я я шучу я же не спорю я же не спорю совсем вам не надо нам тем более и как тут мои имперские легионы будут махаться плюс еще тут клонов наделали обычных войск но вообще как-то не очень да по моему мои имперские легионы отгребают 12 четки подсказывает что я все-таки а грибу а может нет чисто задавим числом нам ну ладно так что там у нас булькает перед джинн теперь имеет повод с нами у кого не с нами дк мы и так были с ними у кого и войне они на нас напали как вассалы вот этих вот нехороших ребят куда-то чешет вообще мимо вот зараза я думал они согрятся на то что я их планета это же столица их фактически сразу первым же ударом бам прямо по столице ну ладно давай 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 дави шаш так медленно столовой еще медленнее стало ведь еще сто лет еще сто лет навозиться с этим всем ну ладно в общем когда война бук бой закончится мне сообщат смотреть на этой скорости за этим просто если космические сражения хотя бы красивые то здесь это просто мрак какой-то так три процента это что это победы на то есть мы пока ведем но они еще собственно никуда не вторглись толком поэтому поэтому мы и ведем да я думаю сейчас я ему тут накидаю флоты его раздолбаю а на самом деле я что-то это как-то как-то мне боязно как бы не случилось набор вот уж очень много для войск пять штук это блин там еще сколько-то 67 по 120 тысяч каждый мама мия господи да задавит его уже или слейся не знаю ну короче что-нибудь сделай блин танки танки не я сливаюсь охренеть я сливаюсь при том что у меня было где-то на 600 единиц больше мой захватчиков не отображается ну как так можно было делать вот тебе и мод вот тебе и мод как мне принимать решение отступить или не отступить если я не вижу вообще у меня нет 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 солью что там изучили отражатели сделали вот чуть-чуть как всегда чуть-чуть не хватает блин так научный комплекс на хрен не вперся строительство врат давайте врата надо будет понаделать везде в ключевых местах чтобы можно было быстро войска перекидывать с места на место вы да у меня хотел я тут хотел сказать у меня резервов на один больше но у него то все войска я такие как мои имперские а у меня тут на на ни о чем ты хрене на блин это с припс поддержки с воздуха бомбежка идет отшить надо было дольше бомбить но я лишь побоялся что прибегут их не войска их не флот на все генерала слили хороший был генерал теперь всех остальных сольют ладно я в общем то особо не жалею войска если что мы еще наклепаем делать и не в войсках на в самой так сказать идее блин 800 вообще чуть-чуть осталось да вот прийти и захватить на зараза такая на теме что я уху ху 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 о сколько что теперь можешь их строить хочу раньше-то мне в таких количествах не строил или он теперь офигеть ладно клепайся а там разберемся ну туда лихо лихо 845 осталось да но они сейчас конечно починиться подлечиться а вражи флот так не торопится так не торопится сюда летения не кучка и не поодиночке никак хулиганит на дальних подступах понимает да понимать что надо захватывать чужие территории вот уже 65 что вот что-то 65 усталость от войны на лихо вы устали очень лихо какой-то пипец с этими придурками я так понимаю придется их в общем то просто в ручном режиме самому выносить иначе они мне покоя не дадут блин отражатели конечно тоже надо бы ставить ну как вариант да позволить им сейчас замириться от есть себе кусок сколько хотят да и потом до апгрейдить флоты на новые уже тяжелое вооружение и берете крутые щиты не хуже чем у них да и потом попробовать еще раз конечно же на месте стоять не будут блин блинский до дилемма ну ладно в общем пока ждем тогда вот чем все это закончится может нам кто-то все-таки прилетит либо я все-таки под настрою хоть сколько-то войск чтобы можно было их по идее под бомбардировкой не должны быстро лечиться да они должны наоборот сливать в общем посмотрим или война кончится или к нам кто прилетит или мы захватим таки эту планету ну в общем пока я ждал точнее клепал восстанавливал свою армию прилетел союзничек и спокойненько в общем-то под моей бомбежкой добил остатки оборонной армии в столице этой замечательной нашей мне противника нашего и сволочью конечно конченная блин ну ладно главное что мы эту планетку отхватили и и вообще им похрен четыре процента как была усталость от войны так и осталось мне здесь и кумена полис какая прелесть да было и что-то с ней сделали то я не понял дожди а сандар родня не захватывали ну ладно почему система оккупирована ими присоединена мах шут исходит как они это так сделали вот это я не понял прикола вот этого прикола я не понял а как они так сделали что планета сразу еще в процессе войны перешла в подболе это во владение нового интересное кино ну ладно в принципе как за хрен вы с ним в общем-то продолжаем как бы разговор но это очень странно как минимум сейчас еще раз стоп стоп после недавнего сестенсорного поиска системе акул адмирал знает она это все адмирал у меня прокачиваются хорошо молодцы это я за вас очень рад к убил а убил надеюсь колосса двух как жарит титаны и она сразу тоже становится а я чуть внимание обратила почему они сразу становятся причем вот эти вот сандаров а ну да сандарами шани воевали но вот это смысле изначально они отхватили их территории но вот это та территория не было сандар этих или или я что-то перепутал или вот у них столичная да нет вряд ли это столица население не то всего 10 человек и куменополис да вот эта столица их непонятно непонятно так что у меня тут опять немножечко покоться на нет колосса опять разбежались сволочи такие так хорошо опять же ремонт и восстановление пополнения двигаем дальше бодрячком отжимаем территории 71 9 нет я все равно не успею ничего толком сделать им они все равно раньше войнушку то закончат сдастся наш вассал им хлопай сразу вот так вот ну это я еще могу по нет нет все равно не могу они претензии на предъявляли что-то я механизма как-то поменяли что ли что что происходит почему территории сразу перекрашиваются я понимаю когда бывшие территории какой-то империи до в подобных случаях сразу в ходе войны перекрашиваются в цвета своей родины грубо говоря но здесь то в нашем случае это же как минимум одна точно коренная хочу убежали убежали вдруг он тут 2000 еще ну это родные миры не должны перекрашиваться подобным образом странно ладно я тогда сейчас время тратить не буду на это хочу посмотреть чем войнушка закончится закончится она уже очень скоро до суточки дойдем вот и тогда если война закончится значит закончится если нет но у серии все равно будет все да так война не торопится заканчиваться время идет и идет я пригнал небольшой флоту в эту систему сейчас мы вот эту планетку попробуем отхватить уж не знаю ну тут в принципе ничего особенного да им память за парк древний дворец то совершенно все обыденно тем не менее мы ее сейчас попробуем захопать благо это будет просто и происходит фигня которую я честно говоря не очень понимаю может быть это связано с тем что это угасшая империя вот на эти системы видимо никто здешний не претендовал поэтому они мне отошли мне же отошла еще система вдруг почему-то вот здесь даже не знаю почему и главное она отошла сразу то есть я вот вот этого прикол не прям война идет и все тут же сразу перекрашивается никаких там оккупации так далее очень странно ну здесь вот планеты как бы система захвачены планеты нет поэтому они не перекрашиваются а вот система которая целиком полностью сразу захвачена оказывается они тут же перекрашиваются очень и очень странно но ладно как говорится дареному коню во всякое не заглядывают поэтому продолжим отхватывать вот продолжим захватывать ну тогда наверное уже в следующей серии потому что времени уже очень много прошло да это я вот соответственно тут базу перестраиваю в одном из новых наших этих захваченных систем как раз вот здесь вот ну тут близость эль врат ладно это эль врата окей еще куда не шло но все равно как-то как-то я не понял вот этого прикола с мгновенной перекраской ну и упорно он отказывается в общем-то со мной связываться убегает тут же как только я появляюсь в другую сторону летит хотя войска как бы у него ну не маленькие совсем да есть чем помахать вот но почему-то этого не делает ну ладно ну и пожалуйста вот тем не менее да у нас там 91 на 21 и если я сейчас тут нахватаюсь систем ну это будет хорошо интересно сколько здесь у нас принципе можно и все было бы захватывать даже вот это то есть он сейчас пропукает свои так сказать да нет вот здесь уже нельзя свои коренные системы получат замену свежие захваченные его дело ладно в общем тогда эту серию я заканчиваю если она вам понравилось ставьте лайк если не понравилось дизлайк оставляйте свои комментарии делитесь впечатлениями об игре на моем канале об этом прохождении подписывайтесь на канал если еще не подписаны и обязательно жмите на колокольчик чтобы не пропустить выход новых серий ну а мы давайте досмотрим сейчас за этим боем ну быстрее уже пожалуйста а вот эта планета отошла другому я не понимаю что происходит планета отошла мне система отошла ему а нет ни мне это не моя нет моё моё ничего не понял вот вообще а кто ничего не понял объясните почему что происходит почему вообще система отходит не мне а планета отходит в них что за бардак господи ладно в общем на этом на сегодня все всем спасибо и пока